Просто однажды я проснулась ночью от шума, и так я узнала, что мой папа поднимает руку на маму. Я подошла к маме на утро и сказала, разводись. А вот ты говорила, что Ратмир не общается со своим папой. Когда эта связь потерялась? У нас не было раздела имущества, я оставила ему квартиру почему-то. Молодая. Осталась на улице, да. Ильяс, ну где вы познакомились? Как вы познакомились? Как это всё сложилось вообще? Дядя Ильяс, а тебя не смущает, что тебя называют дядя Ильяс? И мы такие замерли. Мне поставили бесплодие, мне сказали, что я могу не травиться там никакими противозачаточными и так далее, что я в принципе не могу иметь детей. Аказалось, нет времени быть очень беременной, когда у тебя маленький ребёнок. И на гендер-пассе я такая, мне Женя говорит, закрой глаза. Я такая закрыла, открываю, и голубой дым. Так, ещё раз надо. Нет, всё голубое всё равно. Приветствую, Сая. Да, у нас сегодня в гостях Сая, актриса, певица, мама. Уже скольки, скоро трижды. Ура. Саечка, как вообще самочувствие? Как дела? Как настроение? Всё отлично. Вообще, а касты нет времени быть очень беременной, когда у тебя маленький ребёнок. Да. Поэтому я забываю иногда, потом распинаюсь, я такой, о, точно, точно. Как вообще проходит беременность? Ты знаешь, я думала, мне на Эмрана, в принципе, на второго говорили, ты уже как бы стара практически. Кто? Да, Ахран Джерин, да. Абайбул, извините. И я думала, подряд это вообще, я типа такая лысая, без зубов сижу с маленьким ребёнком. Ну, вообще, ты знаешь, я прям реально забываю про то, что я беременна. Ни токсикоза, ничего не было. Прям непроблемный ребёнок. Слава тебе. А каково это вообще забеременеть, имея трёхмесячного ребёнка на руках? Во-первых, не дразнить подруг, которые так забеременели. Да-да, это я помню, да. Да, вот у неё пять месяцев, получается, пять месяцев она отдохнула. И она там вот такая ходила, говорит, блин, что-то это чересчур, да, и говорит, ты вообще какая-то странная. Организм должен восстановиться, ты должен прийти в себя, там, не знаю, пожить. И как бы вот. Просто, не знаю, раз отказался от груди, думаю, пойду схожу к гинекологу, как бы родила, проверюсь. Прихожу, говорю, что там акклиматлённо этот, пропишите мне, что-то вот, противозачаточные какие-то. Ребёнок от груди отказался, он такая, ты знаешь, как бы так сделала. Кажется, поздно. Я такая, в смысле? Ага. Он говорит, кажется, третий пошёл. И какие у тебя были чувства, как ты восприняла эту информацию? Честно, вот мне кажется, спрашивали, типа, ты планировала детей? Ни одного из этих трёх ребят я не планировала. Поэтому, мне кажется, когда я пыталась, прошло нечаянно 13 лет просто, когда я пыталась запланировать. Типа, может, на следующий или потом, или, короче, я понимала, что вот со мной только так. Я не могу сказать, там, так, всё, осенью мы беременеем, там, рожаем летом. А вот тебе врач сказал, что ты беременна. И какая была твоя реакция? Ну, я думаю, значит, так надо. Опять-таки, что сама я не запланирую, значит, так надо. Естественно, там, ни к чему прибегать, там, убирать и так далее. Мыслей даже не было. Ну, как бы мне не 20, пора. Да, да, да. Так. Вы узнали пол. Это будет мальчик! И да, какая здесь была реакция? Я, когда только забеременела, ну, так чисто интуитивно, честно говоря, предполагала, что это мальчик. Потом, ну, Надежда умирает последней. Потом Енешка мне насчитала, там, по какому-то календарю девочку. Что-то как-то уже поселились, знаешь, эту мысль в голове, что девочка. И на гендер-пассе я такая, мне Женя говорит, закрой глаза. Я такая закрыла, открываю, и голубой дым. Так, так, ещё раз надо. Нет, всё голубое всё равно, ещё тут дымовая шашка, короче, в голубом мире была. И я так поняла, что только мальчиков умею рожать. Куда буламус? Да, да, да. Куда буламус? Это что, полный. Да, да, да. Ну, вообще, как настроены третьи роды? Ну, в принципе, я не мама паникёрша. Я вот спокойно вообще иду в это. Единственное, я не знаю, как я вернусь после родов домой, и что-то будет. Ну, в семи родов такого нет, там, боязни какой-то, всего что-то. Вот опять-таки скажу, что мне говорили, там, рожать будет сложно, как в первый раз, там, 13 лет, разница. Тоже было легче. То есть, с семранами было хорошо, не было такого ощущения, что это первородка. Абсолютно. Вот я помню, что даже первые роды у меня были сложнее, потому что у меня были проблемы со здоровьем, когда на родмир ходила. И в этот раз прям хорошо было. Надеюсь, что в этот раз будет ещё лучше, легче и вообще. То есть, у второго ребёнка вы тоже не планировали? Ну, такой он сладенький, такой хорошенький. Я всё время реакцию отправляю с Джаном Сол. Кью Баламин. Зачем вот нам, да, вот эти по три куда всякие? Да, да, да. Родимся, всё, да, да. Тем более мы в окошнице. Общий язык найдём. Да, да. Здесь трогать не будем. А кто назвал им Ранчика? Такое имя красивое. Я, ну, муж думает, что мы вдвоём. Надо не показывать ему это. Хитрая найманка. Да. Как Ильяс ладит с родмиром? Очень хорошо. Очень хорошо. Это, в принципе, был первый показатель того, что да, я выйду замуж за этого мужчину. То есть, когда вы познакомились, как воспринял родмир Ильяса? Ну, они, в принципе, знаешь, на одной волне. Они как-то вот похожи очень. Чем? В плане вот мышления, знаешь, общения. Вот они вдвоём любят поболтать. Я, допустим, такая беспристрастная мать. Как в коле? Нормально, классно. Всё, ел, спал, до свидания. Всё, я не люблю вот это. О, мать, 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 а что такое? Думаю, подростковый период, с ними нужно разговаривать. Ну, вот не могу я так. Они могут прям общаться часами. Он ему говорит читать. Вечером он спрашивает, что он прочитал. И я поняла, что пересказывать, оказывается, надо учить. Он так садился и два часа рассказывал главу. И лепесток кружился на ветру, упал. Я, мамочка, эта глава только началась. Я такая говорю, ладно, вы кушайте, я пойду. То есть ты, в принципе, там не нужна. Да. Он спрашивает, когда придёт папа. То есть он называет его папой. А это, кстати, прикольная такая история была. Он называл его дяди Ляс. Ну, когда отношения стали серьёзными, я познакомила его с сыном. Карантин как бы, что-то надо делать вместе. И он его называл дядей. Потом мы поженились. И в какой-то день идём, и он такой, дядя Ляс. Тебя не смущает, что я тебя называю дядей Ляс? И мы такие замерли. Он такой, ну, если честно, смущает. Говорю, я же тебя называю Балам. А я как бы, ну вот, не знаю, как муж тёте Жани или там тёте Луины. Да, ты всем говоришь дядю. И всё как бы. И мы такие идём. Молча дальше. И он ушёл на работу, и он мне спрашивает. Я теперь не знаю, как начать называть его папой. Радмир тебе, говорит. Ну, стесняюсь, там ещё что-то не привык. Он не общается со своим отцом. То есть он вообще не помнит, чтобы он кого-то назвал папой. Я говорю, ну, попробуй написать сначала. И он написал ему, записал голосовое сообщение. Ну, такое непринуждённое, там, о чём-то. И между делом обратился к нему. Вот. И мне муж пишет, потом там, он написал мне сообщение. Он мне вносил папой, там, то, сё. И как-то потом легче ему стало. То есть он, наверное, тоже, да, выдохнул, да, или асмур стало легче. То есть он это воспринял, как будто его приняли, или как это было? Ну, я думаю, что да, что как бы он это заслужил, да. Ну, тоже же, мне кажется, приятно. Потому что кто-то живёт годами, там, десятилетиями, и вот всё, или дядя, или по имени. Друзья, там, и так далее. Ну, вот именно называть папой. Я ему тоже объясняла. Говорю, этот статус нужно заслужить. То есть нельзя детей заставлять. Там некоторые же есть мамочки. Ты и лезвь-то говорила. Что там, вот что, породнились, там, давай называй его папой. То есть так тоже нельзя на детей давить. Они должны к этому прийти, они должны захотеть. Почувствовать. Значит, Радмир это почувствовал. А как Радмир воспринял информацию о том, что ты в положении? Он был очень счастлив. Очень счастлив? Да, потому что всю свою осознанную жизнь он просил у меня ребёнка. Братишку. Именно братишку, кстати, просил. Я ему и так, и так объясняла. Потом говорю, харам, чтобы родить, я должна выйти замуж. Началась новая песня. Когда ты выйдешь замуж? Ага. То есть он всегда просил, а потом уже спрашивал, когда ты выйдешь замуж. Он говорит, нужен папа. Должен быть мама, папа и ребёнок. Ты когда замуж выйдешь? Поэтому он очень его прям обожает. То есть никаких ревностей со стороны Радмира ни к Ильясу, ни к Имрану не было? Абсолютно. Да? То есть не бывает такое, вот ты сейчас с папой сидишь, а мне внимание обращаешь, на меня внимание обращаешь, или с Имраном сидишь? Нет, нет, он уже самому как папа. Ну, то есть такая огромная разница в возрасте, у них 13 лет, поэтому он прям, он может полноценно с ним нянчится. Я могу сказать, мне нужно съездить в ТРЦ, вот он поел, он там, грубо говоря, покакал, сидите. Я могу спокойно съездить. И Радмир сидит, да? Час, да, тара. А вот ты говорила, что Радмир не общается со своим папой. Когда эта связь потерялась? Ну, в принципе, так, мы развелись, ему был год, еще немножко он пообщался, пока пытался со мной помириться, а потом все. Ну, как бы я, к сожалению, согласна с тем мнением, что мужчине нужны дети, пока нужна женщина. Вот он так и будет. И все, они сейчас не общаются, а бывший супруг, то есть папа Радмир как-то поддерживает материально? Да, я же найманка, я не могла оставить это просто так. Ну, сначала по молодости, вот эта вот гордыня, там когда-то мне ничего не надо, на-на-на-на, потом думаю, почему? Это мне не надо, ребенку надо. И я подала на алименты. Сначала я предлагала, потому что он не хотел общаться, я говорю, ты все равно не общаешься. И как раз были такие сложные времена в плане финансов и так далее. Я после развода, у нас не было раздела имущества, я оставила ему квартиру почему-то. Молодая. Осталась на улице, да, молодая, 21 год, гордая, бедная, но гордая. И как бы тут поняла, что я, грубо говоря, не вывожу уже потом. Я ему предложила, говорю, раз он тебе не нужен, напиши отказную от ребенка, ну, чтобы я какие-то льготы получала, там, подала на квартиру, стала в очередь, там, мать-одиночку, что-то какие-то программы были. Ну, то есть какой-то такой момент. Ну, вот, просто, знаешь, дело в принципе. Нет. И общаться не буду, и вот отказываться тоже не буду. И в итоге? В итоге я ограничила его в правах, узнала очень много законов тогда. Я помню, ты судилась. Около двух лет. Около двух лет. На программу, да? Ну, на программу это они меня вытащили. А, вот так вот было. Да, я судилась, да. Потому что около двух лет, наверное, я судилась, и в итоге там есть такое, его приглашают в суд, он три раза не пришел, я с ребенком в суде сижу, он не пришел. На третий раз их, оказывается, отправляют в конвой, чтобы в принудительном порядке привезти в суд. И он там же пишет им, этим конвоиром, что согласен с любым решением. Короче, струсил, не пришел. То есть нужно было довести до такого? Понятно. И вот его ограничили в правах. То есть в графе отчества, оказывается, остается. То есть он только должен отказаться. И вот так. То есть он сейчас отказался? Не отказался. Не отказался. Ну, ограничен в правах. Алименты платит? Алименты платит и как бы не имеет прав никаких на ребенка. А Ратмир его не ищет, не спрашивает? Ты знаешь, очень искал, спрашивал лет до девяти, наверное. Потом я уже с ним как со взрослым поговорила, я говорю, я не знаю. Ну вот я с человеком не общаюсь, я не знаю, что у него в голове, что он думает. Боится, не хочет, не буду тебе врать, говорю, что там мой папочка тебя любит, там он, не знаю, там, под чарами какими-то, да. Я говорю, ничего не могу тебе искать, потому что не могу решать за человека. Подрастешь, найдешь, поговоришь, спросишь. И на что он мне ответил, он говорит, зачем? Зачем мне человек, которому не нужен я? И все, эта тема закрылась. А в одном из интервью ты сказала о том, что причиной развода была ревность к сыну. Ты знаешь, даже не то, что ревность к сыну, а я, в принципе, уже понимала, что меня с этим человеком ничего не объединяет, и я узнала, что я в положении. Меня ставили бесплодие. Да, перед родмиром я заболела. Мне поставили бесплодие, мне сказали, что я могу не травиться там никакими противозачаточными и так далее, что я, в принципе, не могу иметь детей. И вот так я забеременела. То есть изначально у вас уже брак расшатывался, ты тут беременеешь, да? И вы? И как бы, ну что мне, мне 20 лет. Я там работаю на зарплату, 40 тысяч деньги. Ну, ты знаешь, что я с ВКО, естественно, у нас там, у меня здесь нет жилья, родители там. И у меня, конечно, такой немножко был шок. И вот, ну, на чувство надавилось, знаешь, типа, куда ты одна, как ты, давай вместе. Ну, я откровенно сказала, как только я встану на ноги, я от тебя уйду. Ну, как бы, так семья не начинается, правильно? Понятно, что она была обречена. И так получилось, я протянула ещё год, и всё, много получено, разошлись. Но я ещё думала на тот момент, там, принести себя в жертву браку, чтобы у сына был осец. Что было не так там, были какие-то побои, не знаю, ревность, что было не так, ене, что там было вообще? Нет, я вообще не приемлю рукоприкладства. Вообще я категорически против, призываю всех женщин не терпеть такое. В принципе, ну, вот я говорю, что уже отношения себя изжили, да? Мы ещё до Радмира, как бы, собирались разойтись, и так случилось. Поэтому уже не было ни чувств, ни уважения, никаких планов. То есть я поняла, что мы разные, я поняла, что я переросла этого человека. Что он там остался в своих 23-х годах, что, ну, как бы, нет. И всё. И я думала, вот, говорю тебе, что если бы он был хорошим отцом, и там всё хорошо, и я такая терпила, короче. Возможно, да. Просто живу, потому что там счастлив сын, и всё хорошо. Но у него этого не было. Он там, вот, что ты всё время с ребёнком, удели мне внимание. Говорю, ты гонишь, что ли? У меня ребёнок, 40 дней ему нет. Ну, то есть, ну, как отец, он тоже себя никак не проявил. И я тогда поняла, что к чему эти жертвы. И ушла. А вот после всех этих отношений у тебя не было какого-то страха, что появится ли настоящий мужчина? Встретишь ли ты настоящего мужчину? То есть это же такая травма, тем более ты молодая, неопытная. Ну, да. Думаю то, что я, оказывается, 13 лет уже была в разводе, говорит об этом. Я, наверное, ну, после ещё неудачных отношений, ну, не то что неудачных, всяких больных, да, скажем, я, наверное, уже, да, поставила крест. И буквально до встречи с Ильясом я уже подумывала об эко, там, что-то такое, типа, пора рожать, да, там, возраст. Но я понимала, что это, я не хочу замуж, нет никого бы, там, никакой кандидатуры, которую бы я рассматривала, да. И вот уже были даже такие мысли. Но я знаю, что ты очень-очень-очень мощно себя прокачала. Да, я знаю, ты ходила, то есть я не знаю, куда ты ходила, расскажи, куда ты ходила, кому ты обращалась, психологи, таргетологи, нумерологи, что там было вообще, расскажи. Было всё. Сколько это всё продолжалось? Ну, вот так вот прям плотно, около двух лет, да, около двух лет. Ты провела огромную работу над собой. Ну, сейчас, мне кажется, знаешь, что это такая капля в море? Нет, ну, тем не менее, да, я знаю, я знаю, это капля в море, но тем не менее, что способствовало тому, что ты пошла прокачиваться? Я знаю, что вы с девочками все прокачивались, что это было за ситуация, как вы вообще решили взяться за себя, то есть, девчонки, давайте прокачаемся, как это вообще было? Ну, мы начали как бы осознанно понимать, что к 30 годам, да, мы недовольны своей жизнью, мы недовольны собой, недовольны отношениями, в которые мы вступаем, там, пытаемся построить. То есть, что всё-таки, ну, хватит перекладывать ответственность, там, да, все мужики, козлы, сволочи, а взять уже ответственность на себя и понять, что я же это притягиваю, значит, я такая, значит, это то, чего я сейчас достойна. Мы начали как бы ковыряться в себе, и когда есть желание, возникают возможности. Там, да, она говорит, меня пригласили на трансформационную игру, мы такие, так, что это какое-то красивое слово, пошли, мне нравится. И вот так пошло-поехало, там, встретили, вот, как ты говоришь, там, нумеролог, ещё что-то, это хилинг, просто во всём мы пробовали себя, просто потом делились опытом. Я туда сходила, иди, так, мы туда сходили, пойдёмте вместе теперь. И вот, как бы, семимильными шагами, так скажем. Ну, то есть, это вам помогло, ты себя нашла, как, что ты поняла в этих вот трансформациях, к чему ты пришла? Ну, я поняла, что, да, действительно, вот эта вот избитая фраза, да, всё из детства, она, к сожалению, имеет место быть, действительно, всё откладывается. Блин, даже фильм, который мы посмотрели, он откладывается у нас в голове, и вот по-своему, знаешь, там, посмотрела ты индийское кино «Запрет на любовь», а, классно. Всё у тебя отложилось, и ты подсознательно ищешь вот эту вот больную любовь со сложностями, у тебя отложилось, что это вот настоящая любовь. Когда всё сложно, когда вот через препятствия, ты начинаешь в жизни это искать. Поэтому нужно очень аккуратно, избирательно, да, 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 со своим подсознанием обращаться. Вот ты только что сказала про детство. Насколько я помню, ты, у тебя был такой мощный блок, потому что у тебя в детстве, да, у родителей тоже были, наверное, ну, может быть, не самые правильные или не самые лучшие отношения. Они развелись, и ты долгое время винила себя. Вот расскажи про это. Что там было? Так, у меня, получается, ну, в какой-то мере, там, мне уже начали говорить, ты повторяешься у мамы. А кто начал говорить? Ну, то есть, вот, всякие там практики и так далее, уже когда я рассказывала, говорят, ну, что это нужно прерывать. То есть, ты подсознательно, вот, у тебя пример, и ты по нему идёшь. Мой старший брат тоже у мамы от первого брака, я от второго, получается. И... В общем, когда мои родители развелись, мне было 10 лет. Ну, честно, для меня вот это была самая огромная травма в жизни, потому что я безумно любила своего отца, я была прям папина дочка, я с мамой вообще не контактировала, она там с братом, я с папой, такая была прям яркая, очень разбалована своим отцом. И... Просто однажды я проснулась ночью от шума, и так я узнала, что мой папа поднимает руку на маму. То есть, раньше ты не знала? Я не знала, да. Ну, я была маленькая, оказывается, это периодически повторялось, но как-то вот... Они меня ограждали, видимо, от этого. А тут... Ну, мой мир рухнул тогда. Я действительно думаю, что мой отец супергерой, что он ночью переодевается, спасает мир там и так далее. Идеальный, да. И вот на одной трансформационной игре мне сказала ведущая, что у тебя сработала очень правильная женская установка, что так с женщинами нельзя. Нельзя. По сути, так как я очень любила своего отца, и вообще у меня не было коннекта с мамой, я могла сказать, да, может, она его довела, как бы, да, может, там... Он хороший же, я же знаю, может, как бы... И для меня был щелчок, что так нельзя. Я не знаю, откуда я знала тогда эти слова. Я жила в посёлке, я подошла к маме на утро и сказала, разводись. Ну, как бы, так нельзя. Мне 10 лет. Я говорю, ну, а мама? На что она мне ответила, вот, недавно, можно сказать, она говорит, я как бы жила ради тебя, грубо говоря. И когда ты ко мне подошла, ребёнок, там, разводись, я думаю, понимаешь, что всё, больше меня ничего не держит здесь. Я жила, чтобы, вот как я говорю же, с сыном хотела принести себя в жертву ради детей. Это самое ужасное вообще, прям, хочу женщинам сказать, не делайте так, пожалуйста. Ну, потому что мы показываем пример своим детям. Получается, ты чуть-чуть не повторила сценарий мамы тогда, да? И вот. Для меня вот тогда был щелчок, что у меня прям страх. Там, не дай бог, на меня поднимут руку, не знаю, я его убью, наверное. То есть я поняла для себя тогда чётко, это неприемлемо для меня. И я говорила и с моим первым мужем, и Ильясом, что я не приемлю двух вещей. Это рукоприкладство и измена. Я это не обсуждаю, я это не ковыряю, я разворачиваюсь, ухожу. Вот никакого оправдания этому нет. Вот двум вещам для меня нет никакого оправдания, я даже не буду это обсуждать. Хоть будет 10 детей у меня, и я соберусь, если я узнала, что мне изменили, или же на меня подняли руку, это всё. А вот ты говорила, что это была такая большая травма, да, вот когда отец ушёл. А как ты проработала эту травму? Вот опять девочка маленькая, Сая, она видит всё это, говорит, разводись. Но, тем не менее, ты же маленькая девочка, маленькая Сая же безумно любит отца. Да, идеал рухнул, но, тем не менее, любовь она же ещё есть. Как вот ты через это прошла тогда? Тогда и отец себя повёл. Очень-очень странно, потому что я тоже была его миром. И тут как бы мы, ну, чтобы ты понимала, как в посёлке разводятся, он переехал в соседний подъезд в этой же двухэтажке. И как бы и любовь что-то начала проходить. Всё, просто вы? Да. Мы жили через стенку, получается, и мы... Разделились, и как будто бы не родственники, как будто бы не родные. Тут начался трэш. Мы из посёлка, с восточного Казахстана переезжаем по Алмату. И я, не знавшая вообще там ни голода, ни холода, да, у нас было хозяйство. Мы никогда ни в чём не нуждались. Ну, то есть, по мере возможности, ну, всё было нормально. В посёлке, мне кажется, всегда у всех всё хорошо, да, когда там есть скотина и продукты, это уже всё. А тут мы в городе, в проголодь, просто начался какой-то, вот, говорю, трэш. Такие испытания, и этап взросления наш с братом. Я начала очень быстро взрослеть. И с такой капризной папиной дочей я превратилась в мужика. А сколько лет тебе было? Вот, ну, 10 лет, всё. Он ещё там раз в год приезжал. Точно так же пытался тоже с мамой помириться. Ну, это как мой первый супруг. А сейчас ты общаешься с папой? Ну... Я видела, ты выкладывала фотографии в Инстаграм. Ну, привет пока, честно. Скажу честно. Как-то пытались мы там общаться. У нас были такие контрольные звонки раз в месяц. И там, как погода, всё нормально. Без чувств. Да, я понимаю, что это какая-то галочка. Что всё, уже нет связи. И там мне говорят, вот, вы там рассказываете про прокачки. И всё. Ну, вот, изжили себя эти отношения. Всё, мы уже потеряли друг друга. Я ему сказала, если тебе что-то надо будет, я всегда тебе помогу. Я всегда на связи. Ну, давай не будем играть. Папа и дочке. Я тебе чужая, ты мне чужой. А он? У него... Ну, он такой прям аудум. Полоса, да, Адама. Он живёт с женщиной уже очень давно. У неё есть два сына. И я понимаю даже, с какой теплотой он рассказывает про внуков. Мои внуки, мои внуки. То есть, ну, по сути, это как бы посторонние люди. Он не может запомнить имя моих сыновей. И как бы... Он не помнит их дни рождения. Ну, я тоже не могу это требовать с него, да. Это потому что против его воли. Поэтому, говорю, я тебя отпускаю. Это была самая, наверное, такая большая травма. Это вот в моём случае потеря отца, да. Я даже не побоюсь этой фразы. Это то, что я прорабатываю, может быть, прорабатываю по сей день. То, что были какие-то обиды. И мне очень помогли эти все трансформации, эти игры. Потому что мы начинаем с претензий, с обид. Да. Мы не хотим копаться. Мы не хотим искать позитив в этом. Потому что у нас всё, мы сконцентрированы на негативе в таком случае. И на одной игре мне вот сказала девушка. Сая, тебя насиловали где-то? Куда из автаса? Избивали? Я говорю, нет, я была капризная девочка. И вот мне теперь сложно. Она говорит, им сложно. Вот с ними работать сложно. Да, когда маленькая девочка, её насиловали, били. Вот это да, вот это травма. А ты как бы жирубесишься, грубо говоря. И вот такие моменты как бы нужны. Ты понимаешь, что да, действительно, это, блин, я счастливый ребёнок. Он говорит, он дал тебе счастливое детство. Он заложил в тебя то, что должно быть. Двадцать три хромосома. Девочки, да, да, да. Как минимум, да. И девять лет, десять лет он показал тебе, как тебе должен обращаться мужчина. Он показал тебе, что тебя нужно баловать. Вот это ты всё это вспомни просто и требуй этот мужчин. Всё, говорит. Он выполнил свою миссию. Есть такое у человека, что он приходит к тебе на двадцать лет, да, там, что-то тебе даёт, чему-то тебя учит. На этом всё. Ты с благодарностью отпускаешь и всё как бы. Это всё, что он мог тебе дать. Она говорит, хорошо, давай представим, что он с тобой по сей день был. Я ей рассказываю. Говорю, я там не умею есть рыбу по сей день, потому что мне папа чистил косточки, там вот так вот в рот положил, и мне нужно было проглотить только. Я по сей день не умею костлявую рыбу есть и щелкать семечки. И она говорит, вот ты, 34 годика тебе, ты немощная, рыбку тебе кормят. Она говорит, ты понимаешь, что ты бы не стала тем человеком, которым ты стала. Если бы с тобой нянчился папа и щелкал тебе семечки, и жевал тебе рыбку, ты бы, ну, не стала личностью. Ты была бы такой разбалованной, у тебя не было бы этих друзей, у тебя не было бы этого опыта, этих достижений. То есть, ну, ничего, может быть, и не было бы. Что даже своим отсутствием он помог тебе стать личностью. А не было такого страха, так как ты выросла без отца, что вот, мы же, я еще раз повторюсь, мы же проговариваем, проигрываем, точнее, тот сценарий, да? Не было ли страха, что ты больше не выйдешь замуж, что твои дети будут без отца? Было, конечно, да. Потому что, блин, я не знаю, когда ты в моменте, тебе кажется, все, да, мне рухнуло, и все, как бы. Но я понимала, что этим я не помогу себе. Вот я себя пожалею, бедная, несчастная. Побуду в страхе, да? Да, такая жертва, и что? Ни моему сыну, ни мне это не поможет. И я просто, ну, немножко неправильно мы заняли позицию, конечно. Я жила с мамой, ну, ты знаешь, она была мамой, я папой. И вот, как бы, единственный момент, когда Радмир сказал моей подруге, я хочу дух, как у мамы. Она никого, кроме Всевышнего, не боится. Радмир. И я думаю, о, топчик вообще просто. Я поняла, что... А сколько ты жила с мамой? Да, до самой свадьбы. Да, до самой свадьбы. Давай теперь поговорим о Ильясе. Ильяс, ну, где вы познакомились? Как вы познакомились? Как это все сложилось вообще? Он написал мне в Дэйрит. А, стандартная ситуация. Это не странно. Так, если делать не все блогеры, но я тщательно разбираю Дэйрит. Ага. Всё, это был очередной вечер. Я ещё такой педант. Мне бесит вот это вот в уголочке, когда какие-то циферки мне надо разобрать. Их Дэйрит там. Что отклонить, что добавить, кому ответить. И всё, я увидела там какое-то длинное сообщение от закрытого аккаунта. Сначала хотела отклонить, потом что-то там пару фраз было. Я открываю, и там, в общем, вот, я увидела вас в каком-то проекте, бла-бла-бла. Вы мне понравились. Ну, как мужчине, естественно, внешне. И вот вроде, знаешь, комплимент сделал, и тут же мне пишут. Ну, хотя, может быть, я, как и многие, обманываюсь на картинку. И шаббл такой, знаешь, следом. Что? What? Аж себе позволяешь, как бы. И я такая говорю, ну... А, ну, типа, может быть, ты там, короче, нагламуренная, тупая блогинка. Такой был посыл в конце. И я такая, ну, перед тем, как отклонить, думаю, ладно, отвечу. Ну, я ему там что-то написала. Здравствуйте, да, очень приятно. Ну, не скажу, что там... Такая разумная, ну, как минимум, не глупа написала. Ответка. Да, да. И всё, и так завязался разговор, диалог. Он что-то писал, я ему отвечала. А вот чем он тебя, не знаю, заинтересовал, заинтриговал, чем он тебя взял? Наверное, что не было, это привет, красотка, сударка в моей жизни. Да, вот это вот я не люблю, честно говоря, когда вот там одни конкуренции и всё. Понятно, что вот, ну, человек реально влюблён в какой-то образ или ещё что-то там. Или прикольно пообщаться с какой-нибудь популярной личностью. А тут как бы я понимала, что, ну, он со мной на равных говорит, он действительно хочет узнать, какая и так далее. Начал предлагать встретиться. Я сидела как раз с подругой, говорю, странно, какой-то он там закрытый аккаунт, маньяк какой-нибудь. Я даже не вижу, как он выглядит. Там такая мелкая фотография. Она такая встретишься, что с тебя убудете? 32. В конце концов. Он точно тебя не украдёт. А вдруг? И вот мы общались, не знаю, недели две, наверное. Вот подружка у меня надоумила. Она говорит, ну вот посмотришь, пообщаешься, хоть не с нами чай попьёшь как бы, да? Какого новое лицо увидишь. Да, да, нет, нет, не понравится, разъясняется, что уйдёшь. И вот так я решилась на встречу, представляешь? И вы начали встречаться. Мы встретились, и я понимала, что это первая и последняя встреча. Ого! Больше я не буду с ним общаться и видеться никогда. Да ты что, ну? Ну, как бы, как любой мужчина, он хотел понравиться. Мне показалось, он такой зануда, он такой правильный, не знаю, я хотела закурить и выпить виски. Что-нибудь плохое такое сделать, знаешь, чтобы он там в омарок упал. Что, западшая женщина? Да, да, да. Какой кошмар. Я вот так на него смотрела, мне показалось, что он какой-то там ботаник в школе был и так далее. Но я понимаю, что он волновался, что он хотел показать себя с лучшей стороны и так далее. Я пришла к нему в спортивной кофте и в рваных джинсах, как бы он там пришёл при параде, как будто мы женимся в тот день. Он как бы понял, что... Куда он брёхнулся? Потом как-то... Ну, всё равно он был настойчик, так скажем. У нас с девочками начали съёмки вот трёх подружек. И он приезжал зима в Жерденберг, Жерова после работы, ждал меня по шесть часов, привозил мне хот-доги. Хотя, ну вот, я как мужчина, путь лежит через желудок, да, через сердцу. Ну, в общем, ухаживал, грубо говоря, да, это всё равно и забота какая-то, это приятно. Ты влюбилась? Нет. Ах ты, ямодская женщина. Что там было? Через пару недель он меня там довозит домой. Я говорю, ты знаешь, я тебе хотела сразу сказать, чтобы ты там не питал ложных иллюзий и надежд. говорит, я сейчас вообще не готова к отношениям, могу предложить тебе только дружбу. Он потом мне рассказал свои мысли, там, ну, был мат, ну, что, типа, нездоровая синоним. Он подумал, говорит, я про себя думаю, нормальная, чуть ли не месяц со мной общается, съела столько хот-догов, выпила кофе. Ага. И я такая, что-то пришла к мнению, что... Мне не нужны отношения. Нет, да, всё слишком хорошо, весь такой правильный. Давай дружить. Я ему говорю, он, короче, в шоке. Уезжает домой, я домой. Девчонки, ты чё, как общаешься? Говорю, да, я что-то этот... Отшила, короче, его. Предложила дружбу, кажется, он не хочет со мной дружить. Францова, нет, не устраивает. Я думала, они меня будут ругать, они такие, ну, ладно, давай посмотрим, типа, что он на себя представляет. Типа, захочет, будет двигаться дальше. И он на завтра мне звонит. Надо встретиться. Ого. Так, ладно. Приезжает во двор с цветами. В общем, задам тебе три вопроса. У тебя кто-то есть? А, как он сказал? Ты замужем? Ну, прикинь, нет. Прикинь, нет уже, 13 лет. Ты смертельно больна? Я говорю, нет. Офигеть. Спасибо. Я тебе не нравлюсь? Я говорю, да, нет. Он такой, тогда я не вижу поводов нам не быть вместе. Он, мне кажется, вот просто хотел отвлечь меня. Я думаю, что за вопросы, к чему они вообще? Он пока там говорит, я думаю об этих вопросах. Может, где-нибудь вычитал или что? Я вот всё, короче, нет. То есть он настоял? Он здесь себя выразил как мужчина, был настоятельным таким, настойчивым? И всё. Мы начали просто общаться. Действительно было такое, что мы до четырёх утра в машине просто во дворе разговаривали. Прям наперебой. Не было там какой-то ароматики, ручки. И она у нас просто общались. И то, наверное, чего нам сейчас с ним не хватает. Может, мы переговорили или что, не знаю, сейчас мы у тебя мало общаемся. И вот так вот какой-то один прекрасный день. Я поняла, что да. С этим человеком можно. Я узнала, что такое любовь не с первого взгляда. Раньше же так всегда. Да, да, да. Это химия, кого-то уйдёт. Вау, глаза загорелись и побежала. Нет, нет. Тут от обратного пошли. А вот помнишь, я помню, ты выкладывала фото в Инстаграме и говорила, и написала... В прошлом году я была на Мальдивах, и я написала, что я должна вернуться сюда уже со своим мужчиной. Дан. Сказано, сделано. Вот как это произошло? Не знаю. Вот так случилось. Я помню, да, вот эти вот две качели легендарные на Мальдивах. Одна фотоешься, типа, неудачница. И я тогда вот просто такая написала пост. Вернусь сюда с любимым. Ну, такой ватриканьке мне было, если честно. Ага. Не задумывалась об этом. И тут складывается так. Несознательно, да? Да. Что мы едем на Мальдивы, да, уже с ним. А какой Ильяс муж? Какой он в быту помогает? Он с Лялей позаботится. Он очень хороший отец. Конечно, мы ещё в моменте притирки, скажу откровенно, два взрослых человека. Он не был женат. Он тебе младше на? На год? На год. У него есть дочь, но он не был женат. Ну, и в принципе, у него нет опыта отношений таких серьёзных. Ну, он как-то был в работе, развивался, что-то делал. И вот даже не было серьёзных отношений. Конечно, это сложно. Там мне подружки говорили, я вот чуть ли не девственника хочу себе мужья. Да, я всегда говорила, пусть он будет, я не знаю, там, вдовец трижды и был женат, вот, чтобы... Опыт был, да? Всё познаётся в сравнении. В этом плане, конечно. Потом мы уже очень взрослые, можно сказать, да, осознанные. Сколько вы сейчас в браке? Два года, почти второй год, да? Второй год пошёл. В прошлом году. Бума и поженились. А вот ты говоришь, притирки, конфликты, вы как их решаете? Мы ещё такие два, не знаю, кто-то верит в гороскоп или нет, мы два овна. Такие огненные знаки, всё равно по темпераменту такие действительно очень похожие, вспыльчивые и так далее. Я уже тоже такая упёртая. Он мне часто говорит, ты же там прокачанная вся латыка. Я говорю, я женщина и человек. У меня есть эмоции там и так далее. И почему я тебе сказала, что это капля в море, да, то, что мы там делали, что сейчас, будучи в браке, я понимаю, что мне не хватает мудрости, мне не хватает терпения. А что ты тогда делаешь? Я пытаюсь отойти, чтобы не развестись, потому что у меня одно решение. Что-то не нравится? Развод? Да ты достала уже! Я до этого в отношениях так делала. Потому что, ну вот, я понимаю, что я далеко не мудрая женщина. То есть где-то, во мне нет вот этой хитрости женской. Я для меня это тире притворство. Вот ты часто говорила, да, во время нашего разговора, я мужик, я мужик. Ты до сих пор считаешь себя с яйцами? Вот это тоже такой, знаешь, бич нашей семьи сейчас. Это то, что больше всего вот мешает, что я сама всё делаю, а потом у меня претензии, типа, а зачем тогда ты мне? Он говорит, я же не ясновидящая, я на работе, вот я купила кресло детское, я беременная, мне надо его затащить дома, оставь в багажнике, да, мы в одном как бы ЖК, у нас рядом парковочные места. Просто скажи, занеси, собери вечером. Нет, я же его вот в три часа дня, я не могу ему позвонить, сказать, приедь, подними кресло, да, человек работает, ну, как бы тупо, а не могу до вечера. Мне надо поднять, собрать, потом вот я такая молодец, я такая сильно независимая женщина, я сама собрала, потом, что ты меня не хвалишь за это? Мужчины же такие невнимательные. И вот это ещё я в себе не убрала. Всё сама, а потом, почему ты не ценишь, почему ты не видишь? Потому что мужчина, он этого не видит. Он не видит, что я там все ковры поменяла, там, ещё и притаранила их, ещё и застелила, ещё диван подняла, там, засунула туда. Беременная. Да, постоянно, последние два года. Вот это мне мешает, вот этого я ещё не избавилась, потому что я привыкла, что мне надо что-то делать, заботиться, там, о маме, о сыне, что я такой мужик-мужик, и понимаю, что и на нём это сказывается, потому что это тоже задевает мужское эго, так скажем. Вот этот момент ещё в процессе. Но самое главное, ты это понимаешь, ты это осознаёшь, и он в процессе. Да. Я понимаю, что есть всегда куда расти, куда стремиться. Сами, мне кажется, у нас такой был хороший, такой добрый, откровенный, душевный разговор. И вот последний вопрос. Что бы ты сказала себе в 30 лет? В 30? Расслабиться, любить себя. Прокачивать свою женственность. Ну вот оно всё. Наверное, так. Да, здорово. Да, с нами была Саева, Разгалиева, мама, актриса, певица. Сейчас больше мама. Да. Спасибо огромное, Саечка, что пришла, что уделила своё время, потому что, как я и говорила, многие женщины... У нас у всех, на самом деле, одни и те же проблемы, и женщины, сидя в декрете, смотря на нас, на наших героинь, понимая, что нет, мы не одиноки, у нас то же самое, и окей, мы тоже так же работаем над собой. Да, они, наверное, думают, что у нас там три няня, ходишь, заботы там, в салон сходить, наверное. Да-да, потому что мы же только показываем свои хорошие стороны, красивые. Поэтому рахметься, а?